В первую очередь, телефоны Philips стоит любить за их исключительную живучесть. Живучесть батареи. Для телефонов серии Xenium протянуть без зарядки неделю как раз плюнуть. Новая модель линейки Xenium под названием X520 способна протянуть без подзарядки и розетки месяц, а то и больше. Вся хишка в том, что телефон способен работать как от встроенного аккумулятора, так и от батареек. Корпус телефона не очень удачный. Глянцевый пластик легко царапается и пачкается. А все разъемы оставили без заглушек. Это microSD и miniUSB для зарядки. На боковинах лишь пара кнопок громкости, да и те неудобные. В руке телефон лежит плохо, мешает выступающий нижний торец, в который, собственно, и вставляется батарейка. Клавиатура тоже очень спорный момент у телефона. Кнопки нажимаются строго по центру и набирать смски на них жутко неудобно. Экран для телефона стоимостью 6000 рублей просто не какущий. Его разрешение и качество приемлемы лишь для телефонов двухлетней давности. Меню X520 зрелище весьма печальное. В настройках можно выбрать две одинаково неприятные темы оформления – черную и бело-синюю. Из списка контактов нельзя отправлять смс. Плеер проигрывает только MP3, да и то не со всяким битрейтом. Камера добавлена для галочки. Два мегапикселя без автофокуса и вспышки не способствуют получению хороших снимков. Запись видео идет в очень маленьком разрешении – всего 176 на 144 точки со скоростью 15 кадров в секунду. Из приложения в телефоне есть лишь пара игр, радиус RDS, поддержка Java, Bluetooth и стандартный органайзер. Главная и единственная сильная сторона X520 – дополнительная батарейка. Мизинчиковую батарейку можно держать прямо в телефоне, и когда основной аккумулятор сядет, а на это может уйти почти месяц, телефон переключится на резервное питание, которого хватит еще на три дня работы. А если розетки нет и не предвидится, батарейки так и можно постоянно менять. X520 – очень странный девайс. Оригинальный телефон на батарейках получился очень слабым по части функции и качества исполнения. Едва ли этот аппарат можно рекомендовать для каждодневного использования. Но для заядлых туристов и путешественников он подойдет прекрасно.